Велодорожек в Петербурге становится всё больше. Узнать такие полосы можно по специальной разметке. Правда, сейчас её не рассмотреть. Поэтому лучше ориентироваться на дорожные знаки. В этом году проектирование велотрасс начнётся по новым маршрутам. Причём прокладывать их будут не только в центре, но и на окраинах города. Так, новые веломаршруты появятся на Большом проспекте Васильевского острова, на проспекте Культуры, улицах Типаново, Бухареска и всего в этом году оборудуют 33 километра велотрасс. Также начнётся проектирование дорожек от микрорайона «Славянка» до железнодорожной станции «Царское село». Самая большая сложность возникает при планировании, когда нужно понять, где, как и почему разместить велосипедную дорожку. Ведь это означает, что мы это место должны у кого-то взять. Либо это у пешеходов, у автомобилей, у общественного транспорта, может быть, у зелёных насаждений. Те же, кто предпочитают ездить на машине, недоумевают, для чего вообще необходимо прокладывать велодорожки, особенно на проезжей части. Ведь, как правило, до середины весны мало кто отважится сесть на двухколёсный транспорт, говорят автомобилисты. У нас 9 месяцев зима. Велосипедисты, есть, конечно, отчаянные энтузиасты, но это, дай бог, 500 человек на город. А, соответственно, полтора миллиона автомобилистов страдают от того, что, в частности, на той же Фонтанке украли целую полосу для стоянки транспорта. Как раз недостаточное количество велодорожек – одна из главных причин многих ДТП с участием велосипедистов, считают эксперты. Так как отсутствие специальной полосы вынуждает владельцев двухколёсного транспорта выезжать на проезжую часть, где их и задевают автомобили. Впрочем, даже если велодорожки есть, то передвигаться по ним не всегда удобно, отмечают велосипедисты. Есть масса проблем, связанных с реализацией велосипедной инфраструктуры. Ну, как мы видим, разрывы на перекрёстках. А значит, велосипедом пользуются только люди, которые действительно к этому готовы, которые имеют какой-то опыт большой. А для новых пользователей это мало привлекательно. Впрочем, специалисты городского центра управления парковками убеждены, что с каждым годом всё больше людей пересаживаются на двухколёсный транспорт. И доказательства тому заявки от жителей, которые просят обустроить велодорожки в рамках проекта «Твой бюджет». Так, горожане заявили о необходимости строительства более ста новых велополос. В том числе таких, которые будут связывать пригород с центром Петербурга. Татьяна Самсонова, Александр Скоков, Наталья Шипицына и Фёдор Курбатов. Телеканал «Санкт-Петербург».